Флера Маратканова уже 19 лет проживает на улице Горького. В этом году они с соседями вопрос уборки снега решили по-своему. Купили снегоуборочную машину. Но и за ней пришлось ехать в другой город. Ажиотаж. Вот в этом году пришлось даже снегоуборочную машину купить. Поехали в Челны, здесь все разобрали уже. Объехали тут магазины, посмотрели. Все, ничего не осталось. Снега очень много. Руками не уберешь, тяжело очень. Несмотря на то, что улица не центральная, движение здесь никогда не утихает. Рядом школа и детский сад, поэтому и пешеходов немало. Из-за узкой дороги приходилось идти прямо по проезжей части. Но сегодня и эта проблема решилась. Очень хорошо. Мы очень рады. У нас тут машин очень много ездит. Они не могут разъехаться, ждут друг друга, пропускают. И тем более дети тут в школу ходят по нашей улице. Очень опасно. Не только для пешеходов и водителей, но и для самих сотрудников коммунальных служб нынешней Снежной Калафоса большое испытание. Ненормированный рабочий график, большой объем работы. Но, несмотря на это, они не теряют энтузиазм. В этом году снега много уж. По разному бывает. Бывает в 4 утра выезжаем, бывает в 5 утра. Пока машин меньше, чтобы пробку не создавать. И до 6 вечера бывает. По разному. Бывает до 8 вечера. Уже десятый по счету полигон открыт, чтобы утилизировать снег из Мумадыша. На сегодняшний день 25 тысяч тонн снега вывезено. Сегодняшний день мы убрали 66 тысяч километров снега. Это, если перевезти на 25 тысяч тонн. Работали каждый день на вывеске снега. Девять машин самосовала и два погрузчика работали. А также по уборке снега работали у нас два грейдера. Работали также два КДМка. По маршруту они проходили. Четыре белорусского МТЗ, два трактора с 50. Но сутки мы работали. Тяжело было трактор. Но они выдержали. Спасибо им. Специалисты управления напоминают жителям о необходимости заранее освободить дворовые территории от личного транспорта. Только в этом случае возможно произвести уборку снега качественно. Ланж Бабанья, звал Маска Малиф, Лиза Нургалеева. Новости Татарстана.